Здравствуйте! Сегодня 17 декабря. До Нового года осталось ровно две недели. О наиболее интересных событиях уходящего дня вы узнаете из программы «Панорама Севера» в студии Валерия Пуминова. Сегодня жителям Архангельской области вручили государственные награды. В торжественной обстановке губернатор Архангельской области Игорь Орлов по поручению президента России наградил тех, кто внес свой вклад в развитие региона. Высокие госнаграды получили 25 северян. Среди них представители судостроительных и лесопромышленных предприятий, лесничьи, врачи, учителя и педагоги дополнительного образования, деятели культуры и журналисты. Как отметил глава региона Игорь Орлов, нынешние достижения и успехи награжденных – их личный вклад в будущее Архангельской области. Благодарю вас за многолетний плодотворный труд. Убежден, что высокие государственные награды станут для вас стимулом к новым совершениям. Одна из наград – медаль Ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Сегодня восемь жителей Архангельской области стали ее кавалерами. Ордена Дружбы за большой вклад в разработку и создание новой спецтехники и укрепление обороноспособности страны удостоены слесаремонтажники Центра судоремонта «Звездочка» Александры Лопатиной и Владимир Ульянов. Главному редактору областной газеты «Правда севера» Светлане Лоченко присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Новые собственники Архангельского тралфлота озвучили итоги первых 10 месяцев работы. За это время руководству удалось не только вывести предприятие из долгов, но и поучить многомиллионную прибыль, рассказывает Виктор Кузнецов. Работать на себя, исходя из цифр, представленных новым руководством Архангельского тралфлота, предприятие стало начиная с 1 февраля этого года. О том, насколько велик производственный потенциал АТФ, свидетельствуют цифры финансовой отчетности. За 10 месяцев удалось полностью погасить полуторамиллиардный долг, включающий в себя банковский кредит, задержки по зарплате и налоговым отчислениям, расчеты со снабженцами. Первую прибыль собственники планировали получить спустя два года, и тем не менее. За 9 месяцев мы заплатили первый налог на прибыль, причем он 20 миллионов составил налог. Погасили убытки в предыдущих периодах сумели. Где-то ожидаемая, наверное, такая прибыль по... К концу года мы где-то ожидаем порядка 800 миллионов прибыль предприятия. Ну и, соответственно, налоги более 100 миллионов. Это только на прибыль, не считая НДС и всех остальных. Социальное обременение – одно из основных в акционерном соглашении с новым собственником. Вопреки всем опасениям, сокращение коллектива даже меньше оговоренных 5%. К началу лета на предприятии удалось поднять зарплату в среднем на 11%, а с января нового года планируется еще одно повышение на 22%. База технического обслуживания вернулась из аренды и уже обеспечена заказами до будущего лета. Маймаксанский грузовой участок в стадии модернизации и наращивания грузооборота. Более четверти улова предприятия доставляется в Архангельск. С середины лета с прибылью работает рыбоперерабатывающий завод. Делается проект переоборудования завода. Если на сегодняшний день он где-то выпускат, я не ошибусь, где-то порядка 20 тонн. 40-50. Уже 40-50 вышел, вот я немножко отстал. 40-50 тонн в месяц он выпускает. Мы хотим его довести до 400-500 тонн в месяц, говорит он, выпускать. Особое внимание уделяется и флоту. Большая часть старых траулеров, стоявших у причальной стенки, продана. Оставшиеся 8 рыбопромысловых судов после ремонта и модернизации обеспечат эффективную работу в море, реализовав всю квоту АТФ в следующем году. Виктор Кузнецов, Виктор Коноплев, Панорама Севера. Сегодня утром около половины восьмого на трассе Архангельск-Северодвинск, рядом с поворотом на Лайский док, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла молодая женщина. Автомобиль Деонексия, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался рейсовый автобус 138 маршрута. Уходя от столкновения, водитель автобуса попытался прижаться к обочине, но избежать удара не удалось. Передняя часть ДО оказалась серьезно деформирована. За рулем машины находилась женщина 32 лет. Она погибла на месте. Машина деформирована сильно, посадочный был зажатый. Пусть убирать крышу в одну сторону, отжимать панель приборов. В автобусе находилось 35 пассажиров. Никто не пострадал. Все они были отправлены в Архангельск попутным транспортом. Ксения Петровна Гемб, выдающийся российский этнограф и ольголог, исследователь русского севера, писатель и почетный гражданин города Архангельска. Сегодня Ксении Петровне исполнилось 120 лет. А в день своего векового юбилея она сказала, что она очень верит в Россию, потому что наша страна прежде всего доброжелательна. Об ученном, влюбленном в поморский край Инга Швецова. 27 августа 1912 года Архангельск торжественно отправлял к Северному полюсу первую русскую экспедицию во главе Георгий Седов. Среди провожающих машет рукой 17-летняя Ксения Гемб. С полярником она знакома давно, дружит с его женой. И прощальный вальс по случаю очередного рейса Ксения танцевала с Седовым. Отец Ксении Петровны, он был крупным деятелем по созданию морских портов. И Ксения Петровна часто бывала, вместе с ним была в экспедиции. И вот это вот знакомство с историей, с жизнью поморов, конечно, более привлекательное. Детские впечатления определили будущее Ксении. Исследование русского севера стало делом всей ее жизни. В полвека Гемб посвятила изучению водорослей и их практическому применению. На ее счету больше 30 экспедиций по берегам Белого моря и даже спуски под воду в водолазном скафандре. В 43-м ей поручают наладить производство пищевых продуктов из водорослей в блокадном Ленинграде. Понятно, что водоросли – это и йод, а во время войны йод очень нужен. Это витамины, которые так были необходимы. Для голодных, голодающих жителей, а витаминозом страдающих Ленинграда. И за это она в свое время получила медаль за оборону Ленинграда. После войны Ксения Гемб читает лекции студентам Архангельского института народного образования. Рассказывает о Белом море и его ресурсах, первых исследователях полярных широт, великих писателях, архитектуре Соловецкого архипелага. С конца 60-х она бывает там ежегодно, участвует в восстановлении монастыря. В это же время зарождаются знаменитые встречи у Гемб. В домашней атмосфере живо обсуждают культурную жизнь Архангельска. Соратники Ксении Петровны собираются и сегодня. Одна из них – Тамара Королева. В 60-х она работала вместе с Гемб в Северном научно-исследовательском институте промышленности. Вот сервиз, который вы видите и стоит на столе, это Ксения Петровна Гемб. Нам при распределении ее имущества, нам его подарили. И вот мы с тех пор всегда за ним пьем чай, когда собираемся в памятные дни. Любовь Бровина вспоминает 95-летний юбилей Ксении Петровны и свой подарок. Это был многоярусный торт в виде храма. В ответ Ксения Петровна передала на добрую память макет Филипповской часовни Соловецкого монастыря работы Затима Калашникова. Вот Ксения Петровна, для меня это была дорога к храму. Это был такой честный человек. И вот я шла туда за истиной, за допутствием. Ксению Гемб и сегодня считают непревзойденным знатоком поморья. Кроме многочисленных статей по истории края, она написала главную книгу жизни – сказ о Беломорье, которую писатель Федор Абрамов назвал «Энциклопедией русского севера». Она и сама была энциклопедией, уникальным явлением в истории, науке и культуре России. Инга Швецова, Руслан Симушин, Евгений Зыков, Алексей Шаршов. «Панорама севера». И в продолжение темы. Мемориальная доска в честь Ксении Петровны Гемб открыта на доме номер 100 на набережной Северной Двины. Именно здесь прошли последние годы жизни ученого-долгожителя. Она умерла в возрасте 104 лет. Жители города собрались на памятном мероприятии, посвященном юбилею этой удивительной женщины. Подробнее в сюжете. Ксения Гемб. Ее труды по изучению культуры русского севера для большинства – как настольные книги. А водорослевая лаборатория, которую она возглавляла десятки лет, до сих пор – один из ведущих научно-исследовательских центров страны. Мне кажется, каждый должен человек упорно трудиться, как и Ксения Петровна Гемб, достигать своих целей. Ксения Петровна Гемб считала, что можно быть любым человеком в профессии, в любой работать, но обязательно нужно быть личностью. А личность для нее – это тот человек, который живет для других, трудится для других. И труд Ксении Гемб был оценен при жизни, в том числе званием почетной гражданины Архангельска. Ее имя – как пример для современного поколения. Сегодня приятно, что учащиеся третьей гимназии, которая с 13-го года носит имя Ксения Петровна Гемб, пришли сюда. Они понимают осознанно, кто такой человек и хотят брать с нее пример. Пример человечности, пример общественной деятельности. Вот на таких людях и воспитывается наша молодежь, и преемственность существует, и значит, и обеспечивается вот это интеллектуальное, человеческое будущее нашего города. Торжественную линейку венчало возложение цветов, а закончились юбилейные мероприятия в городских библиотеках, где прошли традиционные вечера памяти Ксении Гемб. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Панорама Севера. Владимир Степанович Щелкунов прошел всю войну, вернулся домой и трагический погиб в 1949-м. Медали и ордена героя хранились в первой школе города Новодвинск, выпускником которой он является. В День Героев Отечества награды были торжественно переданы внучке ветерана Великой Отечественной войны. Это медали и ордена выпускника первой школы Владимира Степановича Щелкунова. Он прошел всю войну, вернулся домой, а в 1949-м трагически погиб. С тех пор прошло уже немало лет, а память о Степане Щелкунове по-прежнему живет. И рассказы о его подвигах передаются из поколения в поколение. Передача медали внучке Владимира Степановича состоялась в Музее истории первой школы. Специально по этому поводу пришли учащиеся учебного заведения. По страницам музейного альбома ребята познакомились с биографией Владимира Щелкунова. Это ценность не только моральная, это не только какая-то ценность, подтверждение нашей победы, героизма наших дедов. Но это и материальные ценности в квартире, к сожалению, нет возможности хранить. Очень жалко, что у нас нет постоянного краеведческого музея. Я не считаю, что ордена такие должны быть каким-то грузом, знаете, в семейных шкафах. Это история нашей страны. Я хочу, чтобы дети, школьники нашей страны видели, что это не какие-то там исторические рассказы, а это люди, которые жили рядом с их дедушками, с их мамами, с их папами. Те, кто строил этот город и кто здесь жил, что вот они есть герои. Мне бы очень этого хотелось. Мы бы с удовольствием в такой музей передали бы эти ордена. Завтра отмечается Международный день мигранта. Где ж лучше, где нас нет. По оценкам экспертов, каждый 35-й житель планеты живет и работает за пределами своей страны. Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубликованным в 2013 году, численность мигрантов в мире составила 3,2% населения Земли. Задумываются ли арханглогородцы о смене места жительства, узнаем в традиционной рубрике «Вопрос дня». Смотрим на ситуацию в Архангельске, что город меняется, город изменяется, предприятия закрываются. Пока рассматриваем вариант, конечно, здесь пожить, посмотреть, что будет дальше. А так, наверное, хотели бы уехать. Я стала старше, стала больше жить где-то в другой, в Воронежской области, например, туда по трассе Дон. И я, когда приезжаю на зиму сюда на 4 месяца, я чувствую, что какая у нас здесь плохая экология. Когда здесь вырастешь, куда-то ехать даже в среднюю полосу, лето жарковато там. Я туда стараюсь где-то в среднюю полосу, где-то в сентябре, так вот. Ну, а июнь, июль там для арханглогородца жарко. Я задумывалась об этом год назад и переехала из Казахстана сюда, к вам. Так что год я уже живу в Архангельске, имею гражданство. Моя мама родом отсюда. Суровый климат, вот прежде всего, вот хочется, наверное, перебраться в более теплые края. Поэтому вот с этим больше связано. В традиционной рубрике «Новостной дайджест» расскажем о самых ярких событиях уходящего дня. В 2014 году из Архангельска в ряды вооруженных сил было направлено более 500 человек. План выполнен на 100%. Отправка последних призывников намечена на 22 декабря. Выполнен и план по поступлению на военную службу по контракту. К ней уже приступили 172 добровольца. За 11 месяцев 2014 года с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 209 аварий. Итог – гибель и травму несовершеннолетних. По данным ДИБДД, причинами автопроисшествий на пешеходных переходах являются, во-первых, нарушение правил проезда водителями, во-вторых, неудовлетворительное состояние дорог и оборудование пешеходных переходов. 20 декабря в 16.00 Дедушка Мороз и Снегурочка зажгут огни на главной новогодней елке Архангельска. По традиции она украшает площадь у мэрии. В честь торжественного открытия «Зеленой красавицы» состоится волшебное представление, которое подарит праздничное настроение и создаст атмосферу доброй зимней сказки. Далее поговорим о слове-печатном. В эфире обзор свежей прессы. На сессии Гордумы депутаты приняли во втором чтении муниципальный бюджет на 2015 год. Это позволит без проблем начать финансирование расходных статей в соцсфере и горхозяйстве уже с первых дней нового года. Подробности в свежем номере. О характеристиках и приоритетах главного финансового документа города говорит в своем интервью мэр Виктор Павленко. Вы также прочитаете о том, как идет подготовка к открытию нового детского сада «Сиверка» в Майской горке. Почему архангелогородцы в ходе публичных слушаний рекомендовали депутатам отклонить проект нового городского устава. В каких силовых структурах работают самые меткие стрелки. Кто стал победителем конкурса творческих работ юных архангелогородцев, состоявшегося в рамках акции «16 дней активности против насилия», на чем основаны и откуда к нам пришли информационные войны. Заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова на страницах газеты говорит о том, какая патриотическая работа ведется в Архангельске в преддверии 70-летия Великой Победы. Вы также прочитаете о судьбе ветерана органов государственной безопасности Федора Александровича Новгородова. В рубрике «Испытано на себе» журналист Софья Царева рассказывает, чем архангельский Макдональдс отличается от своих столичных собратьев. Газета публикует телепрограмму, муниципальную афишу, гороскоп и страницу поздравлений. Газета «Архангельск. Город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. О том, чего достигла Архангельская область, а также о планах на год грядущий, расскажет губернатор Поморья Игорь Орлов. Большое интервью главы региона посвящено дела и людям. Экономика региона растет в лесу. О знаковых переменах в одной из образующих северотраслей расскажут журналисты издания. Речь пойдет о создании лесопромышленного инновационного кластера «Помор и Новолес». Есть все основания полагать, что он изменит структуру не только лесной отрасли, но и всей экономики области, серьезно повлияв на социальную сферу. «Вот это рыба!» – воскликнули журналисты «Правды Севера», побывав на трауле «Реягры». Выгрузив 200 тонн рыбопродукции, судно вновь покинуло порт и отправилось в последний рейс этого года. На странице газеты и своеобразная перекличка районов «Поморья». В свежем номере акценты 2014 года – самые знаковые события, которые войдут в историю муниципальных образований области. Резюме от «Правды Севера». Нам есть чем жить и есть чем кормиться. Год культуры подходит к концу. А значит, самое время подводить творческие тоди. В различных конкурсах и фестивалях принимали участие юные таланты Архангельска. И вот теперь долгожданное награждение ежегодной городской премии «Ступень к совершенству». Постоянное занятие в школах искусств, участие в творческих конкурсах – и вот он, долгожданный звездный час. Всеобщему вниманию и аплодисментам зрителей Дарья Филева привыкла давно. Уже 7 лет девочка занимается в театральном кружке «Ананас». Мы показываем спектакли, ездим на конкурсы, занимаем высокие места достаточно, репетируем все время, новогодние праздники устраиваем. По доброй традиции отметили творчество талантливых ребят и меценаты нашего города. В копилке участников хореографического ансамбля «Милари» уже немало наград. Но получить такое признание в родном Архангельске для девчонок – особая радость. А что для вас танец? Ой, это вдохновение, это что-то душевное. Танец – это целая жизнь. Вот для меня, для нас. Вкладываем душу в танец. Муниципальная премия «Ступени к совершенству» вручается юным архангелогородцам в юбилейный 15-й раз. Традиционно это не только чествование маленьких артистов, но и, конечно, их наставников. Я, конечно, благодарен и самим ребятам, учащимся прежде всего, их родителям, преподавателям, которые раскрыли вот этот чудный талант. Поэтому думаю, что эти ребята прославят еще наш город Архангельск на долгие годы и не только на всю Россию, но и на весь мир. Я им желаю в этом успехов. А в завершении вечера поморские звездочки выступили перед зрителями во всем сиянии своего таланта. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. К новостям спорта. 10 декабря среди школьников Новодвинска впервые прошел фестиваль баскетбола. Помимо матча участники состязались в конкурсе штрафных и трехочковых попаданий. Отдельно был выделен и самый красивый бросок. Программа фестиваля вышла за рамки спортивной. Подробнее о неординарных решениях узнаем из сюжета новодвинских коллег. Спортивный зал детско-юношеско-спортивной школы в тот день был полон. Приветствовали участников фестиваля творческие коллективы. Фестиваль проходил по кубковой системе. Школьные команды играли на время в баскетбол. Каждый матч сопровождался комментариями ведущего. Министерство комфорта Архангельской области было предложено поучаствовать в проекте. Значит, на лучшую постановку, допустим, спортивной работы, физкультурно-спортивной работы. Мы с удовольствием поучаствовали в этом проекте и получили грант. На данный момент это разовый фестиваль, потому что мы выиграли проект вот именно на тематику баскетбола. Если будет такая возможность на следующий год, мы бы, наверное, хотели все-таки осветить какие-то и взять другие виды спорта. В рамках фестиваля для ребят были организованы различные конкурсы. Страфных и трехочковых попаданий. А также на самый красивый бросок. Этот фестиваль проводится у нас в городе Пивы. И все безумно понравилось, особенно открытие. Мне кажется, этот фестиваль очень сплочает город, хорошо помогает. Нужно почаще такие фестивали проводить. Первое место в игре по баскетболу заняла команда «Шестой школы». Мы продолжаем следить за изменениями курса валют. Информацию о его динамике узнаем прямо сейчас. По данным Центробанка России на 18 декабря. Курс доллара достиг 67,79 рубля. И составил 84 рубля 59 копеек. Это были наиболее заметные события 17 декабря. Далее в эфире программа «В центре внимания». Сегодня гость в студии – начальник управления УФСИН России по Архангельской области Екатерина Мазур. В студии была Валерия Пуменова. Всего вам доброго и оставайтесь на телеканале ПС. 18 декабря на территории Архангельской области ожидается пасмурная погода. В Вельске днем небольшой снег, вечером дождь. Температура воздуха 1 градус выше нуля. В Котласе также плюс 1 и мокрый снег с дождем. В мирном дневные часы столбики термометра опустятся до минус 1. Ночью сильный снегопад. В Новодвинске на 1 градус меньше, минус 2 и снег. В Архангельске утром минус 1, днем похолодает до минус 2. Но к вечеру температура вернется к прежней отметке 1 градус ниже нуля. В ближайшие дни в Архангельской области ожидаются сильные снегопады и метели. В результате колебаний температуры во многих районах гололедится. Будьте осторожны. Итоги 2014 года в цифрах, фактах и событиях подводит губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Смотрите программу «13 этаж» с участием главы региона на канале ТВ-центр 17 и 18 декабря в 18 часов 35 минут и на телеканале ПС 18 декабря в 18 часов и 19 декабря в 11 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...